ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, друзья! Всем привет из Египта, из Шарм-Аль-Шейха. Мы сейчас отдыхаем в отеле Шарм-Плаза. Да. И вот новых туристов тоже от компании Джойна привезли Шарм-Плаза. Мы, кстати, тоже отдыхаем от компании Джойна. Да, очень, кстати, хорошая компания. Это не реклама, но... Они... В чем преимущество? Они имеют свои чартерные рейсы, как называется... Скай-Ап. Да, Скай-Ап. Очень удобные самолеты, много места для ног, очень хорошо лететь, хорошее качественное отслуживание, быстро привезли в отель, быстро заселили. С этим проблем не было. Мы уже отдыхаем в этом отеле 6 дней, поэтому знаем о нем очень много. И сейчас постараемся рассказать вам все нюансы, все тонкости отдыха в этом отеле. Да, это у нас территория перед отелем. А дальше идет 4-звездочный отель Шарм-Резорт. Как бы территория смежная, мы можем ей пользоваться, но о ней в отдельном видео. Да, и если вот пойти сюда, то на территории 4-ки есть аквапарк, бассейн и еще один бар. Можно отдыхать, на лавочках сидеть, но здесь преимущественно курят перед отелем. Сейчас зайдем на ресепшн, сразу стоит рамка металлоискателя, потому что здесь очень и очень относятся к безопасности. Да, в Египте вообще, ввиду последних событий, они как бы стали за этим следить. Немножечко это, конечно, показушно, специально сделано, но лучше, чтобы больше было. Они поустанавливали кучу блокпостов всяких и тому подобное. Вот здесь приехали люди сейчас. Да, кстати, что касается невезда. Когда вы приезжаете, то не стоит давать деньги какие-то. Ну давай, сейчас об этом расскажем. Вот здесь у нас стойки дистрилейсинов, которые плохо работают. Ну, их нету, я не могу сказать. Да, вот сейчас рабочее время. С 8 до 12, из 3 до 6, у них рабочее время, но их сейчас нет. А здесь люди у следующего дистрилейсина записываются в рестораны «Аля Карта». Или это? Да, это запись в ресторан «Аля Карта». Про них расскажем тоже. Да, вот мы сейчас находимся на ресепшене. Есть местное время. Так, по поводу заселения. Не нужно давать деньги. Перед тем, как вы заедете, у них уже распределены номера, лежат в папочках, подписанные с фамилиями. Поэтому от того, что вы дадите деньги, просто их дети лишний раз поедят мясо. Ну, как-то так. Если вы хотите заниматься благотворительностью, пожалуйста. Насчет Wi-Fi. Wi-Fi в отеле нет. Да, вот здесь, на вот этой стоечке. Видите, стоит роутер. Но он работает ужасно, ловит, ну, там, 2-3 телефона. Очень хитрые ребята становятся возле роутера и выдергивают проводочек. Когда вставляют, появляется интернет, они быстро подключают несколько телефонов и таким образом качественно пользуются. На живую музыку не рассчитывайте. Они даже задвинули его, чтобы не брынкали дети. Это лобби-ресторан у нас. Он работает с 10 часов. Ну как, он работает круглосуточно? Нет, он работает с 10 до 12. Напитки бесплатно. А платные ты можешь покупать круглосуточно. Да, здесь можно брать... Странный, очень all-inclusive. С 10 до 12 free all-inclusive, а потом за отдельную плату. Вот эти все напитки, это все за отдельную плату. Здесь есть двери в конференц-залы. Два больших конференц-зала. И вообще, такой интересный подход к all-inclusive. Вы можете... Там целый прайс. За 25, за 30, за 35, за 40, за 45 и за 50 евро максимальная стоимость докупить типа себе all-inclusive. Сейчас спускаемся на нижний этаж. У нас три яруса. Мы сейчас в ресепшене. Второй ярус это ресторан и нижний ярус. Мы поедем на нижний. На нижний, покажем номера. Так, спускаемся. Это моментально. Так вот, по поводу all-inclusive. Там докупаете, и в зависимости от количества суммы там входит отдельное питание, уборка в номерах отдельная, отдельные там чай, кофе в номерах. Идите в ресторане со всеми. Но вам приносят... Идут еще дополнительный стол. Так, вот здесь есть туалет мужской. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Так. Вы знаете, это, наверное, самый чистый туалет, который я видел в Египте. Очень качественно все сделано. Вообще, что касается туалета, то очень неудобно. Так, эксит. Очень неудобно. На ресепшене туалета нет. Или, по крайней мере, мы его за 6 дней не нашли. Свет сделали буквально 3 дня назад. До этого здесь был скромешный мрак. Мы удивлялись, как такое может быть. В темное время суток очень страшно. Ходить мы приехали, вообще заселились ночью. Идем, а здесь темнота, никого нет. Мы такие, о-о-о, попали. А еще до этого смотрели видео про, знаете, там, вот эти страшилки, там, пустые отели в Египте, там, вот такие. Так. Вышли мы. Вышли мы. Я так понимаю, не совсем туда, куда мы хотели. Но, смотрите, что мы нашли. Мы нашли амфитеатр, который строится, не работает. Да. И, кстати, он построился давно, но не работает. Но не работает. Анимация проходит возле главного ресторана Ла Веранда. Потом, если дойдут руки, покажем. В этом, в принципе, нет нужды, потому что анимация работает очень плохо. К нам подходит девочка недавно. Такой, в левой одежде. Говорит, а вы знаете, я ваш аниматор, если хотите, вот можем поехать на экскурсию за 25 долларов. Но приблизительно как-то так это работает. А это строятся еще корпуса. Это все наша территория. Это все номера. Так, выходим на основную. Такой, на основной променад, так сказать. Да, вот здесь задумывалось все очень красиво. Такой речушка. Ручейочек. И номерочки. Вот смотрите, ну здесь кто-то живет. Ну, эти номерочки даже очень прикольные. Даже без речушки. Но есть минус. Так как здесь вот сверху здесь проводится анимация. До 11 часов вечера кричит все. Шумит. все курят кальяны. В принципе, шумоизоляция хорошая, но все равно будет все слышно. Итак, теперь мы... Еще минус жить здесь далеко до пляжа. До столовой, да, близко, но до пляжа далеко идти. Теперь ресторан. Вот здесь в вечернее время а-ля карта ресторан называется Via Vignetta. Попьют здесь пасту. Да, неплохая атмосфера. Заявлено, что один бассейн в отеле должен быть подогреваемым. Это он как бы и есть, но здесь никто не купается, потому что, во-первых, он не подогревается, во-вторых, он очень грязный, там ржавчина. Ну, видите, песок какой-то. Просто туда очень страшно заходить, поэтому никто здесь не купается и не заходит. ну, 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 я так понимаю, это так и подразумевалось, что, типа, гидромассаж. вот кто-то вчера здесь купался. Ну, это такие отчаянные ребята. Да, рисковали, ребята рисковали, явно. Выходим, да, теперь, смотрите, мы поднимаемся по ступенькам. Этот отель отель ступенек, здесь их очень много, и если вы будете отдыхать с детьми или пожилые люди, будет очень сложно. Так, вот делим условно напополам, да, правая часть, мы отсюда вот только что пришли, там у нас ливанский ресторан Алякар, слева у нас ресторан Лаверанда, обзор посмотрите на канале, там проходит завтрак, обед, ужин. А прямо у нас анимация. Здесь кальяны, вечером будет кальяны, кафе, можно просто поделать кафе. Давайте расскажем, что касается, вот видите, человек сам ведет чемодан свой, что касается чемодана, у нас когда Биллбой, да? Да, да, Биллбой нас провожал в номер, отвозил нашу чемодану, он с нас пять минут стоял и вымогал деньги. Там какие-то перешел на какие-то национальные оскорбления, и такое, ну мы там не стали уже с ней загоняться, есть за что, конечно. анимация, вот здесь анимация, анимация такая себе, ну как, даже не такая себе, а плохая, скажем, скажем прямо. Вот ресторан для Верана, да, терраса, очень хорошо выглядит, если будете сидеть сбоку, даже будет видно море, цветочки, ну по поводу питания есть отдельное видео, там все очень-очень подробно, можете посмотреть, вот до того, что вы... Изначально, изначально вообще питание было, скажем так, по пятибалльной системе на полтора, ну где-то так, ну сейчас... Это просто типа так, что с голоду не умрете. через три-четыре дня приехало какое-то начальство, вот сейчас находится начальство какое-то, и немножечко все улучшилось примерно сейчас на два с половиной так. Ну видимо, были какие-то очень большие скандалы, нам гид рассказывал по поводу обслуживания людей, я лично видел, что человек чуть ли не плача, кричал, что там в баре закончилась еда, ему нечего есть, ну это реально, это очень смешно звучит, но процентов на шестьдесят отвечало реальности. Да, то есть невозможно было, например, все стоят в столовой и говорят, нет тарелок или нет стакана. Да, то есть только вчера закупили новую партию пластмассовых стаканов и, ну типа, вот этот дефицит со стаканами в баре на пляже, он закончился. Ну, я надеюсь, сегодня еще не были. Ну как может быть, как бы, еда, и еды-то не особо нет еды, а еще и нет тарелок, куда это положить. Так, вот здесь у нас, по сути, тупик. Сейчас мы покажем просто вид, а потом спускаемся по лестнице вниз. Отель. По поводу контингента, который здесь отдыхает, он, в принципе, нормальный. Я думаю, что процентов восемь, ну, семьдесят пять где-то, это украинцы. Внизу у нас бар, бар и а-ля-карт, правильно? Тоже пиццу здесь подают. Как работает эта схема? Вы приходите днем, он говорит, бесплатно одна пицца. Дает одну пиццу, а потом, типа, стоит над тобой, чтобы ты заказывал дальше там. Ну, сейчас прайс посмотрим. Приезжают сюда, в основном, украинцы, белорусы, есть немцы, какие-то голландцы, я слышал испанскую речь и итальянскую речь. Есть магазинчик сразу здесь. А что касается, смотрите, что касается магазинчиков. Еще закрыто, еще утро. Мы в лобби, кстати, не показали, есть аптека, есть фармасси. Магазинчики в лобби все в два раза дороже, чем вы можете купить в городе. Но до города еще нужно ехать, конечно. Да, а ну с этим в принципе проблем не будет такси. Давайте присядем на минуточку, расскажем вам про вот это кафе. так, когда вы сидите здесь вечером ресторан а-ля-карты, а днем здесь дают пиццу. Но днем вы никого не встретите, хотя, казалось, все любят пиццу. Но почему-то... ну какая ситуация? Почему-то никого нету. Вы проходите и никого нету. А почему? Да потому что они так делают специально, чтобы вы ни в коем случае второй раз сюда не пришли. Когда вы приходите, вам говорят, садитесь, ждите. во-первых, они не понимают или делают вид, что не понимают тебя. Абсолютно. Ты спрашиваешь платно, бесплатно, они шутят. Да, бесплатно, но с тебя один доллар и так далее. Потом ты сидишь минут 20 и тебе приносят одну пиццу на человека и то малюсенькую. В общем, они делают все, чтобы ты ни в коем случае не зашел сюда больше. Причем они делают это вероятнее всего не сами, не по собственной инициативе, а с указания сверху, чтобы дать как можно меньше продуктов, меньше пиццы, меньше напитков и так далее. Точно так же происходит и с рестораном Алякарта. Ну, вообще здесь атмосфера хорошая, ну, очень приятно. Очень приятно. Изначально все построено достаточно качественно. Ну, не достаточно, а очень качественно. Все выдержано в стиле, все красиво, все сделано. Ну, просто за ним никто не ухаживает. Все стены облучиваются. Ну, вот, посмотрите. Все облучивается, все трескает. Да, даже вот, например, цветочки, да, вот. Вот в таком вазончике. То есть они здесь вот, как бы, мебель трескает. Да, прекрасно. Им надо сделать капитальную реинновацию и капитальную реинновацию подхода к сервису. Ну, вот сейчас мы видели, что какой-то приехал сегодня Биг Босс и на английском всех вычитывал. Вчера ночью я видел, их всех построили, там что-то кричали, на них вычитывали. Поэтому, ну, возможно, какие-то сдвиги будут, потому что это огромная сеть у египетских отелей. Называется Red Sea Hotels. Да, то есть за территорию, за территорию можно поставить оценку 4,5. Реально. Ну, кстати, по поводу оценки. У нас на туристических сайтах так и стоит. 4,5 на Top Hotels, на TripAdvisor четверка стоит. Но я не знаю, каким образом она. Это все работа гест-релэйшенов, которые недобросовестно накручивают эту оценку сто процентов. То есть реально люди за общий свой отдых думаю будут ставить 2, 2,5. Мы можем поставить оценку. Ну, вот за еду ставим мы на данный момент двойку. 2,5. За саму территорию мы поставим 4,5. И тут тоже минус, потому что если вы пожилой человек или вы с ребенком с коляской, по вот этим лестницам им нет по сути альтернативы. Вот еще есть магазин. Да. Вы тоже просто обалдеете ходить по вот этим лестницам, переносить коляску, а если у вас больные ноги, нет никакой инфраструктуры для колясочника. Ну, то есть с этим минус. Ну, то есть ладно, 4,5 за территорию поставим. Если рассматривать с точки зрения номеров и уборки в номерах, ну, тут ну, четверку как-то с натяжечкой можно. В принципе, в принципе, тоже. Уборка в номерах в принципе отличная. Отличная, но им не дают видимо нужных материалов. Например, полотенца не меняют. Да, вот убирают, каждый день хорошо убирают, но полотенца не меняют, они их складывают и все, постель не меняют, они просто красиво заправляют. Ну, вот тут смотрите, такой потрясающий вид уже на море. Сегодня море успокоилось, я вчера снимала обзор пляжа, немножечко оно волновалось, сегодня тишь, гладь, очень удобно. Как только начинает волноваться море, немножко, тут не бывает больших штормов, когда немножко, оно мутноватое становится, не очень комфортно получается. Так, подожди, мы поставили за территорию, за еду и за номера. За сервис, за сервис тоже полтора. Полтора однозначно, больше ни в коем случае нельзя. Тут фахита с а-ля-карта ресторан вечером. Теперь надо поставить за пляж и за коралл. За коралл четверка, за пляж ну нет, наверное, 3,5 за коралл. 3,5 за коралл, да. И за пляж 4,5. 4,5, если понимая ситуацию с пляжами в Шарм-эль-Шейхе в целом. Да, вот полотенца, выдают полотенца исключительно один раз в день, поменять их нельзя, обдурить их тоже не выйдет, потому что они все записывают, номер комнаты, фамилию и так далее. Кстати, гид нас сразу предупредил, что не говорите никому из обслуживающего персонала свою фамилию, потому что приносят вам в конце отдыха счет за какие-то непонятные услуги, ну и вот вы это заказывали, а вы на самом деле не заказывали, они просто написали вашу фамилию, номер комнаты и требуют от вас денег. Так, здесь можно помыть ножки, вот на пляже туалет, это тоже как бы прямо на самом пляже туалет, но он работает с 10 часов, сейчас еще рано, у нас 9 утра где-то, поднимемся на террасу к номерам, да, есть две таких чудных террасы, у нас наш номер выходит на одну из них, ну мы может сейчас покажем как до нее дойти, как, как что выглядит, неужели, чистят бассейн, ну это такое, это вот показушно на самом деле, потому что нормально, сейчас такими технологиями никто не пользуется уже, запускает специальный пылесос такой, ну очиститель, и здесь, если вот в Турции, если в европейских странах, там в Испании, уже не используют хлорку в бассейнах, вот смотрите, что касается номеров, давай мы там сейчас где-то выйдем и пойдем туда, пройдем, номера просто прекрасные, вот особенно которые выходят сюда, к этому бассейнчику, на первом этаже, казалось бы, на первом этаже не очень, но здесь, ну здесь просто потрясающе, да, получается вот такой вид у вас будет, да, можно во-первых прямо здесь на этих лежачках и лежать, но опять же таки, лежаков очень мало, вот, непонятно почему здесь всего 12 лежаков, вот это, это очень непонятно, вот в этом отеле какой-то искусственный дефицит создают, дефицит всего, пойдем вниз покажем, какой отель отсюда открывается, так давай вот обойдем так и выйдем, нет, давай это скажем, нет, а тут кстати даже вот есть бар какой-то, типа бар, теоретически, но его нету, его нету, во всем дефицит, в стаканах, в тарелках, в лежаках, спасательные круги, вот здесь два, а на пляже, ну на пляже у одного один и у второго один, то есть, ну побольше, побольше бы их, так, вид, 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 ну тут давно-давно ничего не работает уже, вот такой потрясающий вид, конечно, ради этого вида можно все простить, и многие, и прощают, и едут сюда именно ради этого вида. Да, но мы должны быть объективными, поэтому сейчас назвали вам оценки, которые реально на наш взгляд, ну, я не могу сказать, что это исключительно на наш взгляд, потому что мы здесь общаемся с многими людьми, они абсолютно такой же комментарий, как и мы дают, ну, конечно, есть там такие уникумы, которые ходят там кричат, «Да не важно, чем меня кормят, я могу, в принципе, и голодать, главное мне там с маской поплавать, на рыбок посмотреть». Ну, я не согласен с этим. Если так бы было, то не нужно было отелю заявлять, что это all-inclusive, что они предоставляют полное обслуживание. Они могли просто сказать, что вот там приезжайте там, докупайте еду, да, и просто плавайте с рыбками, ну там, полный пансион сделать, или как-то так, или там завтрак, ужин. А здесь подразумевается, что целый день должны тебя кормить, обслуживать, ухаживать за тобой, ненавязчивый сервис предлагать, комфортную для тебя атмосферу. здесь я этого не замечаю. Я постоянно, постоянно, постоянно напрягаюсь, думая о том, как мне найти еду, как мне найти стаканы, как мне не заплатить, вот, что вы мне дали, и что вы не платили. Вот был прикол, на завтраке ходят... Сейчас мы выйдем во внутренний дворик. Хорошо бы было. Вот был прикол, ходят на завтраке по столовой и предлагают купить клубнику. Такой носит на подносе одну пачку клубники. А интересно, надо было спросить, вот мы покупали за сколько? Доллар, да? Доллар. Доллар пачка. Интересно, сколько здесь. Да, то есть он клюзик, а тебе... Не, я хотел пройти, вот тоже вид показать. А-а-а. Покажем вид, а потом выйдем, покажем такую объездную дорогу, но это для для людей с детьми, с колясками единственный какой-то спасательный круг. Путь к пляжу. Да. Единственный, без ступеней. Ну так, он частично пополотит. Смотрите, шикарненько вообще. Здесь внизу дайвинг-центр, а дальше, вон, видите, палатка такая, это массаж. Массажер. Ну, здесь очень хорошо. У нас номер выходит именно на эту, что это? Внутренний дворик. На этот внутренний дворик. Вот наш номер. Да, на втором этаже, вот, 1204-1205, чтобы вы знали, очень комфортные номера. Здесь любые номера на самом деле комфортные. не стоит париться из-за этого, честно говоря, где бы вас не потеряли. Нет таких, что выходят на дорогу или на стройку, или там, на шумное, ну, есть вот немножко там, где мини-диско и анимация, вот, это немножечко, да, напрягает. Так, смотрите, вышли мы на объездную, на кольцевую, на объездную. Вот, она идет вверх и прямо до ресепшена. То есть, можете со столовой, с детьми. Вот в этом отеле не поворачивается язык сказать ресторан, главный ресторан, да? Столовая. 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 Сейчас мы поднимемся на нашу террасу и на этом прекрасном виде будем заканчивать уже. Так, немножечко дальше ступеньки. По поводу лежаков на пляже я рассказывал уже в обзоре пляжа, ну, повторюсь, нужно занимать, тоже на них есть дефицит, занимайте заранее. Вот видите, даже просто подняться к себе в номер, куча ступенек. Вот это же, они символично сделаны. Да, если у вас болят ноги, или вы старый человек, это... Хотя, бабулек и дедулек в этом отеле предостаточно. Больше всего с маской плавают. это... Это...